Всем привет, меня зовут Джоли Да Очень круто Как тебе больше нравится, чтобы тебя называли? Джоли это твой посетонимый Как называют тебя друзья? Ой, у меня есть друзья, которые меня... Обычно если меня так называют, то они так больше с подстёбом Ну чё, Джоли Нет, ну вообще семья Джоли называют Старый точно А новый? Новый парад Ну нет, всё равно он уже очень въелся Просто иногда бывает такое, что я читаю что-нибудь Вышло, а я понимаю Беру такой знакомый, что это Джоли? Забыла, кто это? У меня такие флешбеки А бывает такое, что мы люди Они просто не знают твоего настоящего имени В основном у нас раз, они даже об этом не думают Потому что у нас как-то так состыковалось Обычно спрашивают конкретику Какие-то люди, которые как-то Заинтересованы в воле углубления общения Скажем так Какими были твои первые снэпы? Для многих новых видов Это большая проблема сделать их качественными А как с этим справлялась ты? Меня сфоткала подруга на дачу У меня был такой купальник Он был в белой гарухе Это было всё на траве А какие каблуки вообще? Чисто на траве на фоне забора Всё было хорошо Потом мы у вас снимали в авантюре Первый ты отправила в скаута? Да Ты сама его нашла? Нет, он меня сам нашел Мне писала девушкой два месяца Я такая думаю, а раньше почему она сказала Что она из Украины Я не видела стыковку, что как-то долго Я думала, ладно, всё не надо Не охота Но в итоге она меня деколбасила То есть она сказала, что авант Я думаю, ой, знаю Ну и так вот пошел Ты работала всего пару лет Прежде чем авант отправил тебя в Европу Твоей первой важной работой был Пока слой будет он в Японии Как это было? Как вообще? Ну я поехала в Токио И там какое-то время как-то работала Что-то вообще знакомилась Как эта вся движуха происходит И потом мы как-то стучались с другой Моей подругой моделью Гуляли по шибуе Это главная улица Как-то мы куда-то вот забрели Абсолютно непонятно, случайно И вот я смотрю Рестик приятный И оттуда выходит такая делегация людей И я смотрю какие-то знакомые лица Он к нам и дошел, по-моему, кастинг-директор Ты знала его в лицо? Или он представился? Нет, ну как-то не знаю Почувствовала, что надо постоять чуть-чуть Типа такого А как ты вот понимаешь в таких ситуациях Насколько тебе нужно быть приветливой с человеком? К тебе же по сути на улице может подойти там любой псих Это, кстати, очень страшно И сказать, я продюсер Пошли со мной Ну в Японии там, во-первых, такая обстановка расслаблена Там очень мало иностранцев Ну они как бы есть, но их не такое количество Ну приехать в Японию это уже целая история Как бы Ну и там как-то это очень все было легко и просто Меня больше там в Москве напрягает Когда ко мне люди какие-то странные подходят Ну не странные, но посторонние Ты уже сразу в каком-то прибываешь Немножко напряге А за границей Кстати, в этом плане проще Там люди очень в коннекте Они часто очень Ну какой-то постоянный конверсейшн на улице происходит Грубо говоря, по моему роду те женщины коляску с ребенком спустить То есть это абсолютно нормально Но у нас как-то очень редко там Ну такие простые диалоги, они нигде навязываются То есть там в кофейнях, в магазинах Ты можешь говорить вообще о всем, чем хочешь Начиная там с разбора гардероба полностью Особенно там в Нью-Йорке где-нибудь И ну как-то вот постоянно не молчишь, скажем так Понятно Так, когда успех приходит так быстро, как это влияет на тебя? Я не чувствую фокуса про успеха Ты снялась уже во многих рекламных кампаниях Джилл Сандер, Валентина Лучшие показы твои Я не знаю, ну как-то Ну это здорово реально Это наверное продает какой-то уверенности Ну глобально Ну в моей жизни конечно Ну оно очень все достаточно долго шло Я не могу сказать, что это прям произошло Быстро я начала Там с Азии, с Японии, с Китая Только потом То есть у меня до этого уже было там две поездки Долгие достаточно По 2-3 месяца То есть я не могу сказать, что была как-то Ну не то, что как-бы не готова Но это происходило на мой взгляд достаточно своевременно Но я очень благодарна за это везение, которое произошло Это очень здорово Теперь ты развиваешься и в искусстве Всегда тянулась к нему? Как это вообще все началось? Думаю все помнят твои первые истории с инстаграмом Когда вы с сестрой разрисовывали там какие-то шкафы дома Когда для тебя это стало чем-то большим и перешло на холст? Что касается искусства, мне кажется, оно всегда было как-то в моей жизни У меня очень творческая семья И все люди очень подталкивали во всех вопросах И, ну как-то помогали, скажем так, морально Они никогда не говорили, ой, все говно, все плохо Это обычно я так говорю Ну и рисовать вот как мы вместе А потом, ну вот как всегда мы зашли в магазин Такой есть в Москве на ЦДХ красный карандаш И я смотрю о холст Он такой, ну давай возьмем Я такой, ну пошли И вот как-то, я не знаю, вот сел Вот что-то туда-сюда, вот она там первая висит И я не могу сказать, что я до сих пор как-то серьезно к этому отношусь Вот Для меня вот это странно И когда я сюда первый раз зашла, я даже заплакала Потому что я даже не видела их никогда в нормальном свете В нормальном каком-то Они у меня где-то всегда валяются, лежат или стоят Света нифига нет Места в принципе тоже Но Не знаю Мне просто нравится это делать Я как-бы Я постоянно это делаю Мне хочется постоянно чего-то как-то Наверное потому что у меня плохая память Я постоянно боюсь как-то забыть впечатление Это как почему я все постоянно фотографирую То есть Моменты они уходят так быстро Ты думаешь вот у меня сейчас там наперед Там через неделю я например куда-то поеду Потом уже это неделя Уже ты уже уехал Уже забыл что было И как-то вот Вообще все обесценивается И Время оно Очень Как-то Быстро стало Как будто уже минут не 60 секунд А 58 А там все меньше и меньше Но только никто в общем это забывает Надо предупредить об этом А говоря вообще о создании картин Как они рождаются? Ты сначала придумываешь какой-то смысл А потом наполняешь его символами Или это творческий процесс И ты рисуешь интуитивно А потом понимаешь о чем все это? Я скажу так Наверное это сочетание О наболевшем О настроении И запечатлении моментов То есть я никогда не думаю наперед У меня там есть какие-то вот Редко некие нюансы Типа литий Я на отдельной листке Могу прикинуть Или кто-то на шоу Но в принципе я всегда На свежак На голях Люблю Мне нравится Заранее как-то прогнуть Как-то ты всех обманываешь И Ну как-то Че-то так я понял Что это вообще можно Нет Так нельзя А сразу Твои картины Они очень сочные Они полны цвета Ты выбираешь их интуитивно То есть по принципу Хорошо сочетаются цвета Или нет Или же закладываешь Опять же какой-то смысл в них Например У Бан Гога Желтый был цвет Жизни и тепла Которого не хватало Кудожника Как это для тебя? Во-первых мы не знаем Насчет того Было ли это правда Его в жизни цвет и тепла Может кто-то написал Не знаю Я просто когда за новым холстом Я набираю там Грубо говоря Ой классно У меня есть один любимый 290 Он такой Вот между вот этим Он грязно Вот-вот Вот это шикарный цвет Я очень люблю Он всегда есть Белый-черный Остальные вот как попадется В руку Я даже маму просто Часто покупаю Просто он смотрит Ей нравится И самое смешное Что часто Один тот же человек Берет одни и те же цвета Просто психологически У меня очень много Зеленого и синего Поэтому О чем в целом Твое искусство? Да ни о чем Не знаю На самом деле Не сильно важно Что я в него вкладываю Важно Что другой человек В этом видит Я даже не хочу Об этом говорить Оно больше о тебе самой Или о жизни вокруг О каких-то там Политических Экономических Историях Социальных Историях Хочешь Выставляться В Бугенхайме Я хочу На мороженое Сухатриков Сейчас Больше ничего не хочу Не знаю Нет Ну конечно классно было бы В будущем как-то Ну вот такие аспекты Натрагивать Ну тоже Я не знаю Мне кажется Если ты что-то хочешь Оно само Вот все подталкивается То есть ты просто реально Вот наверное Мое искусство О том что нет ничего Невадонормного что ли Ты можешь все Очень легко воплотить Тебе надо просто реально захотеть И когда ты хочешь Оно как бы тянется Как бы тянется Всякие шансы Ты как-то используешь Ладно в принципе Наверное это все Спасибо тебе большое А вам спасибо До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok